Недавняя свистопляска в правительстве Казахстана, очевидно, вновь сыграна под дудочку главного диджора страны Нарсултана Назарбаева. Все кадрово-клановые перестановки при невооруженном взгляде вполне оправданы и продуманы всевластным лидерам нации. А причина столь кардинальных изменений – панический страх Елбасы потерять власть. Патологический страх потерять власть, как боялся потерять патологически в свое время Иосиф Виссарионович Сталин, так и он боится потерять власть, поскольку в его понимании с утратой власти на Султана Назарбаева к нему будут применены точно такие же санкции, как применены к великим диктаторам мира. Поэтому Нарсултан Назарбаев думает о том, как защититься и остаться целым, невредимым в той политической буре, которая сегодня разыгралась на политическом олимпе мирового сообщества. Страх – инструмент кукловода. А Нарсултан Назарбаев на этом пуд соли съел. Вот и протеже Елбасы Карим Масимов получил, пожалуй, главное назначение в карьере. Пост премьер-министра страны. Почему главное? Все просто. Фактически, теперь Масимов будет лоббировать интересы Назарбаева между Западом, Китаем и Россией. Да это еще в тот момент, когда стареющий диктатор даже перед трибуной партийного съезда выступает, разве только что сидя. Селенки уже не те. Да и случись, что с 0-1 Карим Масимов, вероятнее всего, тут же станет 0-2. Казахстанский народ, кстати, кандидатуру Масимову воспринимает вполне серьезно. Ну, положительно. Я не уверен, что он будет. Других хватает. Говорят, ну, Игуров похож. Игуров не будет в Казахстане президентом. Но вы спокойно отнеситесь? Конечно. Ну, мне кажется, специалист нормальный. Хорошо. Потому что он министром был. Хорошо управляющий. Ну, как, управляться, скажем так. Так же продолжить. Если он этого заслужил, то я бы хорошо относился. Вполне лояльно, учитывая, что за его плечами очень огромный опыт. Он уже не первый год сидит в правительстве. Поэтому я не удивлен тому, что он стал премьер-министром. Потому что некому стоит. Но и Карим Масимов с его протекцией может, как это часто бывает, стать для ревностного диктатора неугодным. И даже, казалось бы, при безграничном доверии к своему любимцу, вездесущему елбасы, не грех подстраховаться. Наиболее вероятному преемнику Назарбаева в противовес поставлена группа каргандинцев. Экс-премьер-министр, а ныне министр обороны Сирик Ахметов, глава финполиции Рашид Тусуббеков и бывший спикер-мажелисы Нурлан Нигматуллин. Так, чаша весов по корде Назарбаевым условно уравновешена. А Карим Масимов в замысловатых шахматах елбасы, возможно, не более чем говорящая голова. Как вы знаете, султан Назарбаев сам никогда ни о чем не говорит. Он очень осторожно поручает озвучивание всех своих вопросов в говорящей голове. Эта говорящая голова может быть в лице нынешнего назначенного премьер-министра Масимова. Эта говорящая голова может быть бывшего премьер-министра Сирика Ахметова и так далее. Интересно взглянуть на новые назначения в Нижней Палате Парламента. Место спикера у никому неизвестного Кабибулы Джакупова, позади которого притаившаяся пантера Дарига Назарбаева, готовая в любой момент избавиться от представки вице. А затем и хищно прыгнуть в трон главы государства. Ведь всем известны политические аппетиты дочки елбасы. И то, как безапелляционно верховная власть может перейти к Дариге по семейному принципу. В дальнейшем сюжет преемник этого сценария может существенно измениться. И та борьба, которая сегодня шла между старшей дочерью и зятем средней дочери Насултана Назарбаева, может настолько обостриться, что они могут уже открыто явно бороться за пост президента республики Казахстан. Вот такая чехарда, у руля которой бессменный лидер нации Нарсултан Назарбаев. Правда, в последнее время все больше напоминающий неугодливого и напуганного кукловода, судорожно перебирающего словно ниточками должности своих марионеток. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok